Всем привет! Сегодня у нас немножко про кое-какие ремонты аппарата. Да, вот так сейчас выглядит аппарат на март 2018 года. Размеры, высота. Я часто спрашиваю, какие габариты. 36 см высота до уровня ручки, до верхней части. 36 см, диаметр бака 30 см. Ну и, соответственно, он 30 на 30 см. Он за пределы бака не выступает. Высота 36 см. Дальше, что хотел рассказать. Как лечить засор? Часто бывает такое, что спрашивают, как прочистить аппарат. Чувство такое, что как будто бы стал плохо дуть, как будто двигатель не работает. Значит, первое. Какой алгоритм действия? Сначала занимаемся фильтром. Что там у вас? Какой фильтр? Старый поролоновый, тряпичный, который я раньше ставил, или наносетка? Если старый поролоновый, и больше месяца работаете, однозначно, только замена. Поролон впитывает воду, набухает, и даже если он снаружи чистый, он плохо пропускает воздух. Поролон меняем или выкидываем, заменяем на что-то другое. Лучше на вот такую наносетку. Могу выслать. Кому еще не выслал, вышлю обязательно. Значит, поролон, тряпку меняем на сетку. Сетку моем, чистим, моем регулярно. Сейчас покажу, как мыть. Моем сетку. Прямо беру верховку, мыло. Ничего снимать не надо. Все отлично. Вон она, грязь. Видите, вся входит грязь. Пожалуйста. Я заодно помою. Я его испытал. Для хранения. Помою, чтобы не воняло. Пусть дальше стоит. Прямо. Смотрите продолжение в следующей части. Ничего страшного, вот так может быть помою, потом просто буду оттуда смоем. Даже если двигатель в себя попал, ничего страшного. Смотрите продолжение в следующей части. Вот, через эту сетку должна быть видна вторая сетка, та, которая поддерживает. Видите, она просвечивает. Значит, всё, считается, что отмыли нормально, грязи нет. Всё. Если же вторую сетку не видно, значит, пора мыть. Через 3-4 обработки примерно такое происходит. Ну, смотря какая квартира, конечно. Перевернули потом. Так вот. Дряпочкой. Дряпочкой разрушили остатки. Всё, сетка сухая. Так. Ну вот, показал, как мыть. Всё. Сеточка чистая. Сквозь неё проглядывает. Так. Вторая сетка, которая несущая. И даже двигатель видно сквозь неё. Всё. Сетка чистая. При этом, если чувствуете, что сохраняется, вот, как будто слабый напор, плохо дует, как будто бы стал, стал плохо дуть, попробуйте прочистить заборную трубку, всю трубку. Во-первых, во время работы это можно сделать. То есть, когда аппарат работает, такими движениями, ну, это в перчатке, конечно, похлопывающие движения по соплу, так вот прижимаете. Сейчас включу, покажу. Вот такими движениями. Тем самым мы воздух загоняем обратно и заставляем проходить его через всю трубку. Через эту трубку, по которой двигается жидкость. Этим воздухом обратным она продувается, самоочищается. Ну, естественно, краник на полную надо будет открыть, когда так делаешь. И сразу чувствуешь, что вроде стало лучше работать. Если всё прочистилось, ну, ещё бак, не забудь бак промыть, конечно, вдруг там выплюнет какую-нибудь грязь. Бак промыл, работаешь. Если чувствуешь, во время работы такая фигня часто начинает повторяться. То есть, как будто бы трубка засорилась. Похлопал, и аппарат работает несколько минут. Потом опять как будто засор, опять плохо струя идёт. Похлопал, опять пошло. Это что может быть? Это такая, вот здесь у меня нижняя часть, заборная трубка, тоже таким слабым местом является. Но это у всех аппаратов что-то есть слабое. Значит, трубка, которая внизу, заборная, она часто в воде, ну, в жидкости находится, начинает разбухать. Особенно этим страдают такие вот у меня трубки были гладкие. Если кому ставил гладкую трубку, то она разбухает сильнее. То есть, несколько месяцев в работе, 3-4, там не знаю у кого сколько, разбухнет, соответственно просвет внутренний уменьшится, и такое вот возникнет ощущение, что как будто забита трубка. И вот такая фигня начнётся. То есть, ты хлопаешь, продул, аппарат работает. Потом опять, опять как будто забился. Вот. Это значит проблема с трубкой. Трубку заменить. Как менять трубку? Открыли крышку. Достали. Достали. Так, видно всё? Нижний конец трубки достали с грузиком. Грузик сняли. Затолкали обратно. Отсюда вытянули трубку. Старую. Сняли с краника. Вытянули. Отрезали точно такой же кусок новой трубки. Новую трубку я всем рассылаю запасную. Но лучше вот такую. Если другая, то лучше найти вот такую. В магазинах автозапчастей. Это топливная трубка. Или даже воздушная может быть. Но чаще всего топливо по ней гоняют. Это для старых карбюраторов машин. Наружный диаметр 10 мм. Внутренний 6. Как раз идеально она подходит. Собственно, для неё я её первоначально использовал. Потом экспериментировал с другими трубками. В общем, они оказались неудачными. Лучше всего вот эта вот лохматенькая такая. С внешней оплёткой из ткани. Какая-то лохматая. Так будем её назвать её. Лохматая трубка. В любом автомагазине по всей стране. Она везде есть. Зашли, купили. Значит, взяли, отрезали какой-нибудь нужен кусок. И обратно. Значит, вставили. Смазали мылом, чем-нибудь таким скользким шампунем. Вставили. Одели грузик на краник. Главное, точно такой же длины ставьте. Там всё потому, что рассчитано. Вот, вставили. Всё, работайте обратно. Всё, эта проблема вылечилась сразу же. Но проверьте герметичность в всякий случай. Герметичность. Значит, проверяйте всё же. Если что-то не так с аппаратом, проверьте герметичность. Достали конец трубки заборной. Зажали пальцем нижний конец. Снаружи в сопло на выходное отверстие на трубку одеваем тут же самую трубку. Десяточку. И ртом продуваем. Краник открыт. Краник открыли. Заткнули пальцем. Дуем. Всё, отлично. Ничего нигде не пропускают. Всё, значит, система исправна. Всё, можем работать. Трубка такая должна быть всегда на запасе. У меня всегда в сумке валяется. То есть, один конец с изолентой, значит, в рот. Другой конец надеваем на сопло. Кусочек всегда у меня в машине с собой. Вот, это одна из таких вот проблем. То есть, сейчас я решил проблему засором двигателя. Второе, что может случиться с этой трубкой. То есть, первая беда – разбухание. Вторая беда – может просто потрескаться. Трещинки возникнут. Это может случиться именно с такой лохматой трубкой. Она более долго ходит, чем гладкая. В общем, гладкий вариант вот такой. Но, тоже с ней со временем может случиться. То есть, потрескается. Это проявляется в подсосе воздуха. То есть, когда ты работаешь, с полной бака вроде нормально. Как только уровень жидкости заканчивается, чувствуешь какие-то преристость какая-то началась. То есть, плеваться начинает аппарат. То есть, вроде силу не теряет струя, туман. А вот прерывается временами. Всё, это подсос воздуха. Скорее всего, треснула где-то или порвалась даже нижняя часть трубки. Меняем и работаем дальше. Что-то я себя отравил немножко. Мокрое. Что ещё хочу рассказать сегодня. Часто просят сравнить тот или иной аппарат. Надо сказать о своём аппарате. Ну вот сегодня я всё-таки решил снять ролик о преимуществах моего волкодава. Да, значит, смотрите, какое самое главное преимущество я выявил. Да я его сознательно создавал. Значит, как вы работаете с аппаратом? С любым. Значит, во-первых, мы обрабатываем, работаем им как распылителем. То есть, опрыскиватель. То есть, в первую очередь, сначала он выступает как опрыскиватель. Ты ходишь, опрыскиваешь мебель. И вторая его функция, как туман, генератор тумана. Ты должен создать именно туманную часть. Этот туман лучше всего создавать в конце работы. А в конце работы ты можешь и создавать, естественно, туман уже дулом кверху. Потому что холодный туман создаётся облаком кверху. И оно в течение нескольких часов сверху опадает вниз. Потому что туман холодный. Он падает вниз. То есть, ты должен закончить работу именно вот так. Дулом кверху. И в конце работы. Как это можно сделать? С каким аппаратом лучше всего это делать? Это можно сделать только с аппаратом, у которого бак находится внизу. Там, где аппарат, бак прицеплен сзади, это невозможно становится. Невозможно. Поэтому я их не очень-то любую, не уважаю. Не считаю, что это аппараты. То есть, как опрыскиватель. Садовый опрыскиватель, да, можно работать там, где бак прицеплен сзади. Это типа СМБ-100. То есть, кто-то меня спрашивает, почему я не люблю СМБ-100. Да нормальный, это нормальный опрыскиватель. Но это не генератор тумана. Генератор тумана можно сделать только из аппарата, у которого бак внизу. То есть, вот так сидишь в конце работы, в комнате, на полу, и тонкий-тонкий распыл. Создаешь тонкий распыл, краником отрегулировал, и создаешь туман. Это может занять несколько минут. Не спеша вырабатываешь до конца. Не знаю, сколько осталось. Пол-литра, например, осталось. Несколько минут сидишь и распыляешь. Я свой аппарат сделал именно таким, что это становится возможным. То есть, у меня трубка в баке, она колеблется, она гибкая. Она забирает жидкость. Что так можно работать? Что так можно работать? Трубка гибкая. Это я специально сделал. Вот благодаря чему. У меня на конце трубки грузик находится. Именно так я и сделал свой аппарат. Это становится легко и просто работать. То есть, он работает и как опрыскиватель, дулом вниз, крупной каплей. И как генератор тумана, дулом вверх и самую мелкую каплю. Другие аппараты тоже так могут работать. Но не все. Чаще всего изначально штатная трубка очень жесткая стоит. Пластиковая жесткая трубка. Поэтому, кто хочет свой аппарат довести до ума, у которого бак внизу более-менее, это У-260, там и остальные подобные. Их можно довести до ума. Сделать, вместо того, чтобы он был просто опрыскивателем, сделать генератор тумана. Сделать и гибкую заборную трубку. И у вас будет аппарат работать. А я сделал это изначально. Я хотел это так сделать, и так сделал. Но это я много лет ремонтировал разные аппараты. Доводил до ума, и вот к этому пришел. Вот такая фишка. Поэтому я люблю свой аппарат. То есть, я сижу в конце, создаю туман. А туман, туманная часть, это очень важная часть. Большую роль. Создается фумигация в квартире. То есть, фумигация очень большую роль играет. Не просто распрыскиваешь химикат, но еще и создаешь туман. То есть, фумигацию. Фумигация большее значение имеет для тараканов. Ну и для клопов тоже. То есть, для тараканов они просто дышат всем телом. Поэтому очень важно создать такой фумигационный эффект. А на клопов, ну, они меньше дышат. То есть, не столько играет через дыхалку роль, а сколько то, что они начинают выползать из своих нор в течение каких-то часов после обработки. И туман, который находится в воздухе, начинает на них падать просто капельками. И это второе действие генератора тумана. То есть, вторая часть. Первая часть, когда непосредственно, как опрыскиватели, мы их подбили. А кто не подбит, оказался во время обработки, начинает выползать из своих окопов. И мы их добиваем именно уже туманом. Ну вот так. На сегодня все. Рассказал вам кое-какие неисправности аппарата, как лечить и какие-то преимущества.